Иордания В ходе последних исследований, проведенных в Адидана, ученые выяснили, что здесь 703 вида растений, относящихся к 72 семействам, 38 видов млекопитающих, 258 видов беспозвоночных, 2 вида амфибий, 42 вида рептилий и более чем 215 видов птиц, причем некоторые из представителей пернатах, впервые зарегистрированы в Иордании. Чтобы сохранить редкие виды здешней флоры и фауны, Королевское общество охраны природы взяло эту красоту под контроль, создав экологический заповедник. Мы расположились в этом гостевом доме, нависающем над каньоном, и могли любоваться необычным видом прямо со своего балкона. Особенно радовала оптимистичная тюи-тюи этих желтокрылых птичек, больше похожих на бабочек. Музыка 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 Дорога в ищелье ведет через каменную деревню 15 века. Она была оставлена жителями, которые перебрались в более цивилизованные условия. Но сейчас, когда заповедник стал посещаем любителями экотуризма, было решено восстановить деревню, сделав ее сувенирно-туристическим центром самобытно-ремесленного направления. Восстановление идет полным ходом. Главное – оставить без изменения ее основные черты. Двор из этого дома. Заповедник состоит из двух основных биографических зон и четырех растительных. Он содержит удивительное разнообразие пейзажей – от поросших лесом высокогорий и скалистых склонов до золотистых песков и дюм. Сам каньон вызывает разные чувства. Легкие на первый взгляд дорожки вьются серпантином, но камушки, осыпаясь под ногами, создают эффект катания на роликах. И, спускаясь вниз к прохладе каньона, быстро понимаешь, насколько утомительным будет возвращение в гору под жарким иорданским солнцем. Поэтому наша группа сделала лишь небольшую попытку углубления в эту красоту, оставив все самое интересное на более серьезную и долгую экспедицию. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...